В Тюмени продолжаются тренировки участников армии 2019, причем не только на полигоне, но и на виртуальных тренажерах. Дело в том, что уровень подготовки у участников армейских игр разный, и на это есть объективные причины, например, климатический фактор. Подобные тренировки помогают уравнять шансы и детально подготовиться к основным испытаниям. Вместе с военными инженерами свои навыки проверили профессиональные геймеры. Подробности у Николая Смирнова. Учебно-тренировочные занятия для механиков-водителей решили провести, чтобы уравнять шансы команд. Ведь в некоторых армиях, например, Пакистана и Монголии, использование именно плавающей техники – случай нечастный. В нашей армии есть ПТС-1, а ПТС-2 нет. Мы с удовольствием научимся управлять ПТС-2. Для интереса принять участие в занятии на тренажере позвали профессиональных компьютерных игроков. После 10 минут они достаточно уверенно справлялись с виртуальной машиной. Здесь ближе к реальности намного. То есть ты своими руками чувствуешь технику, как она едет, как она не едет. Может, не может, горки, броды. Все довольно-таки так чувствительно. Плюс связь, шлемофон, жара. В общем, это непередаваемо. Действительно, практически как на настоящей технике проехался. На кафедре военно-технических дисциплин ТВИКУ оборудовано несколько тренажеров. Здесь и экскаваторы, и краны, и даже катера. Их использование позволяет ускорить процесс обучения и уменьшить износ техники. Тренажер все-таки предназначен больше для того, чтобы получить первоначальные какие-то навыки, первоначальные моменты в управлении, будем так говорить. Настоящие же тренировки проходят непосредственно на месте проведения игр. Команды находятся в Тюмени уже две недели. За этот срок они успели акклиматизироваться, а также обкатать технику, что называется, в поле. Ежедневно военные из Пакистана, Узбекистана, Вьетнама и других стран десятки раз отрабатывают упражнения. Что касается полигона и условий проживания, то все на высшем уровне. Полигон в России значительно больше полигона во Вьетнаме из-за ее необъятных территорий. Финальные же состязания пройдут уже в эти выходные. Тогда же объявят и лучшего механика-водителя по итогам обучения на тренажере. Николай Смирнов, Александр Вележанин, Александр Старожук. Тюменское время.